Привет! Привет, мои дорогие! Я на улице в беседке. Вообще-то я вышла заниматься уборкой, но сначала, думаю, вынесу-ка я кресло уже в беседку, чтобы можно было посидеть потом, потому что солнышко, погода хорошая. Ну, не сказать, что очень тепло, но даже уже приятно. Когда солнце светит, это, конечно, приятно. Не знаю, хорошо ли вам видно, я без очков, и солнышко так как-то мутновато у меня в камере. Кресло помыла, почистила, пыльные какие-то, вроде дома были. Взяла тряпочку, стул сейчас протру, и шмяка, откуда ни возьми, шмяка появился. Да, мальчик мой? Так, сейчас я вам покажу. Вот он мой хороший. Он думал, что я уже буду сейчас сидеть, и он ко мне на колени прыгнет. Но сидеть мне пока не хочется, я уже насиделась. Я с утра проснулась и думаю, загляну-ка я на YouTube, что у меня там это самое, где там, что там интересного есть. Но как села, так и прилипла. Начала смотреть отель, потом начала смотреть аптеку, кто что советует, какие таблетки. и кое-что себе записала, чтобы, ну, в принципе, я посмотрела и думаю, а надо ли мне это всё. В прошлый раз я когда ездила, я привозила какие-то лекарства, а некоторые мне даже и не понадобились потом. А так набирать, чтобы было, думаю, нет, зачем? Болеешь, тогда и покупай. А не болеешь, зачем их складывать? Ну, какие-нибудь, конечно, витамины, наверное, может быть, и надо было бы купить, если это действительно будет дешевле. Вон там у меня стоят грабли. Я уже вчера гребла, сгребала, вот там дорожку вот эту вот сгребала, но всё равно все листья, ну, невозможно. Вот вроде бы их берёшь, да и вчера ветер такой сильный был. Гребла, гребла, а не назад, на улице. Там вот направо, как выходишь, тоже догребла туда до конца, до соседа. На его территорию не сгребала, чтобы он не бегал в милицию жаловаться. Но кучу нагребла, ну, некуда их девать. Ну, некуда мне их девать. Один мешочек собрала. Ну, что это, я буду вот эти мешки вот такими кучками собирать, потому что говорят, что они не хотят листья брать. Куда хочешь, туда и девай. А полить я боюсь. Я в прошлом году попробовала, а они как начали гореть. И дальше, дальше, дальше я чуть успела затушить. Вот. Ну, вот сегодня вот вышла. Ах, мой красавчик, пошёл. Пошёл, пошёл. Сейчас пойдёт туда, где упала эта самая ёлка. Пойдёт туда, уляжется. Вот. Я решила сегодня, что мне надо здесь, в этой части, вот возле беседки, здесь вот это вот немножко прибрать. Не знаю, как у меня это получится. Потому что в этом году всё полегло как-то. Смотрите, какая у меня туя. Что с ней стало? Она совсем легла. Она заняла пол грядки, на которой розы. И одну розу вообще прикрыла. Хотя Люда посмотрела, говорит, похоже, твои розы все пропали. Какие-то они чёрные. Но розы у меня уже старые, поэтому, я не знаю, им лет 20 точно. Им уже, наверное, пора уже и выкопаться, и выброситься отсюда. Амат. Ну вот, стою, стою, что делать. Может, её пообрезать? Может, пообрезать? И здесь надо убирать. И здесь тоже. И листья, и мусор, и цветы. И как Вася не старался вот эту вот плитку ложить и замазывать там, всё равно трава не отделаться от неё, она пробивается. Ой, ой, пока ещё только мусор, а потом будет трава. Но всё равно это лучше, чем снег, девочки. Это всё равно лучше, чем снег. Это прекрасно, когда так тепло, так хорошо. Переверну на себя. Я в капюшоне, я одела тунику под низ. Вообще хотела идти в одной тунике. Но потом, думаю, нет, рановато, наверное, ещё раздеваться. Да тем более я помыла волосы. У меня были другие планы на утро. Я помыла волосы. Чёлка у меня высохла. А дальше все остальные, они у меня ещё сырые. Поэтому, думаю, надо одеть капюшон, чтобы мало ли что, чтобы мозги не продохли. Пока буду, пока буду работать. Ой, как хорошо на улице. Как хорошо, когда начинается вот такая вот красота, солнышко, тепло, загорать хочется. Хочется загорать. Всегда любила загорать. В прошлом году, правда, вышло где-то был второй час. Самое такое пекло. Час посидела, позагорала. У меня как хватило голову, подскочило давление. И на этом мои загары в прошлом году закончились. Ладно, девочки, пойду-ка я. Пойду, пока есть силы, здоровье. Пойду по грибу немножечко. Надо же убирать вот это вот, чтобы было приятно. Посидеть уже не на кухне просто, а посидеть уже в беседке, кофе попить. Люда говорит, когда там уже можно будет? Будет потеплее. Я говорю, как будет потеплее, так и будем кофе пить в беседке. Ну что, видно, солнце так. Солнце это хорошо. Шмячок походил, походил и бежит. Бежит опять ко мне. Ну что, садись. Я тебе послала тут. Так, сейчас. Где ты есть? Где ты есть, дружочек? Посмотри, как я тебе хорошо послала. Постирала. Пыль протерла, положила для шмякони. Ну, залазь, залазь туда. Ну давай, ну давай, проверяй. Все ли тебе понравится. Ну-ка, посмотри, хорошо? Ммм, шмячок. А, шмячок. Обнюхал, обнюхал. Нет, на столе лучше на голом, да? Нет, правильно, укладывайся здесь. Здесь укладывайся, мой хороший. Вот. На себя переверну. Там сегодня газеты должны принести. Надо пойти посмотреть. Вот их, вот их и принесли. Вот их и принесли. Не успела переключить. Новый почтальон на света. Вот. Сегодня ничего не готовила. Есть на обед нечего. Думаю, пока как-то настроение есть, пойду на улицу. Поработаю немножко, а потом уже приду и буду что-нибудь готовить. Не знаю, не знаю, что готовить. С морозилки ничего не достало. Крылья у меня там еще есть. Может, какой-то суп сварить. Грудка есть. Вася этот раз, когда приезжал, ходил мне в магазин, купил грудку такую. Прямо, я не знаю, эта грудка не от курицы, наверное, от слона. Такая здоровенная. Надо было мне ее сразу обрезать, мясо снять от косточки. У нее косточка была бы тогда. Ну, а я ее сразу заперла в морозилку. Она теперь размораживаться будет полдня. Вот. Что-то я вам еще хотела сказать. Вот думала, 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 думала. Кто-то у меня там спрашивал, как это самое... Как я сдавала эти сумки. Я же первую заказала в Озоне. Ариша мне заказывала. Вообще у меня там путаница получилась. Потому что заказывала Арише со своего телефона, с моей карты. Ой. Там все не так было просто. Я, короче, получила. Получила, посмотрела. Домой принесла. А я ее принесла домой? Да, я ее принесла домой. Потом смотрю, там колеса... Одно колесо вообще вбок идет. Я позвонила. И мне молодой человек объяснил. Говорит, вы должны написать, значит, заявку. Там, что... Фотографии прислать. Как там, что там разломано. Короче, это делала все Аришка. Все заполняла там эти бумаги. Потому что у меня фактически ничего не было этого. Это все было с ее телефона. Она мне это все заполнила. Номер мне прислала. Я отнесла на следующий день. И через день мне деньги вернули. Вот. Второе я заказывала уже сама. Заказывала на Валберис. И тоже пришла, посмотрела. И думаю, взять, не взять. Ну вот чувствует мое сердце, что ну не нравится она мне. По цвету красивая. И все. Но вот эти вот колеса с подставками, они не складываются. Думаю, пробовала-пробовала с этим самым чемоданом. Но какое-то... Ну неудобно. Как тащить и чемодан, и еще эту сумку. То ли на плечо ее повешать, то ли как. Ну, короче. И тем более сам верх отвратительный. Вот моя первая самая сумка, она была с Алиэкспресс. Мне она очень понравилась. Я ее очень любила. Я ее много лет относила. И в мороз, и в снег, и по горбылям везде. И только что разломалось колесо уже потом. Но я цехала в ней, дай бог, сколько. А что это? А, думаю, что это у меня тут дрынька. Это у меня аж висят. Ой, за что я там цепляюсь? Вот. И все-таки на завтра я решила, что мне она не надо. Неизвестно, как она поведет себя. Вот эта вот клеенка. Просто уже пошито все с клеенки. Голая такая гладкая клеенка. Я отнесла, сдала. У меня Ариша все это заполнила. Нет. Я уже начала путаться. Это уже другую. Да, это уже была сиреневая свалбереса. Я ее снесла, сдала. Мне сказали, ничего не надо. Если она нормальная, в смысле целая, то ничего не надо заполнять. Просто забрали и все. Проверили, что она не ломаная. Ничего я с ней не сделала и забрали. Но вот деньги вернули только сегодня. Вот три дня прошло. Вернули деньги. Ну, а потом я уже заказала такую, как у меня было. Красная, но только что вот уже чистенькую, новенькую. Чтобы была такая приличненькая. Ну, и эту посмотрела. Конечно, колеса там делают тяп-ляп. Тяп-ляп делают. И это просто уже надеясь на то, что на авось, как бы скажем. Что вам повезет. И они дольше будут работать. Но у меня не было проблем. И вот сегодня я денежку уже получила назад. Но первый раз пришлось заполнять все. Потому что там было все плохо. Ну что. Там сидела у компьютера. Теперь пришла болтать сюда. Надо идти работать, девочки. Так проболтавши и день пройдет. А надо пойти поработать. Так что на сегодня все. Что хотела, то сказала. Сейчас еще привет от Шмяка. Вот он лежит. Красавчик мой. Эй, Шмячонька. Эй, Шмячонька. Ты будешь загорать? Загорать будешь, мой хороший? Ну ладно, а я пойду работать. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.